Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Господи, Господи Боже мой, Благослови, 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 Господи Боже мой, Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Монахине Александре предстояло стать первоначальницей нового, четвертого удела Божией Матери на земле. Обходя монастырь Русского Севера, Матушка Александра дошла до места называемого Девиением. И здесь, где сегодня стоит Казахстан собор, ей снова явилась Богородица и подтвердила, что Девеево – это и есть то самое место, о котором было сказано. По словам Пресноделы, на этот удел сойдет благодать со всех других трех уделов, и что умножится на это есть христиане, почитающие Пресноделу и ее Божественного Сына. Так началась история Девеевского монастыря, чье существование таинственным образом связано с финальной эпохой человеческой истории. Ибо, по словам Божией Матери, других уделов у нее больше не будет, а значит, четвертый удел является неким форпостом православия в Бог всеобщей апостасии. Смиренная Александра исполнила волю Божией Матери и положила основание Ивейской обители. На свои сбережения она выкупила землю под будущие обители, построила первые кель и Казанский собор. Незадолго до своей кончины угодница Божия стала устраивать монашеское общение, костя которой составили четыре первые послушницы. Находясь на смертном Андре и приняв Великую Схиму, первоначальница обители скорбела о том, что некому ей поручить дело устроения будущего монастыря. И тогда промысел Божий привел к постели тяжко болящей подвижницы Иеродьякона Серафима, молодого насильника Савловского монастыря. Прозрев в скромном монахе будущего Великого Старца, Схимница благословила его взять на себя попечение болителю. Так в жизни Дивеева появился один из самых выдающихся подвижников благочестия Православной Церкви – Великий Серафим. Но не сразу батюшка Серафим приступил к устройству Дивейской общины, а лишь спустя 35 лет, пройдя все виды монашеских подвигов – молчальничества, столкничества, затвор, выйдя победителем из духовной брани с врагом рода человеческого, батюшка Серафим обрел поистине богоподобную любовь к людям. По благословению преподобного шло строительство четвертого дела Божией Матери, которая являлась своему любимому угоднику двенадцать раз, указывая, как надо обустраивать монастырь, что и где строить, какие заводить обычаи и какой исполненный устав. И до сегодняшнего дня жизнь Дивеева потаенным образом питается великой благодатью Божией Матери, молитвами первоначальницы Александра, преподобного Серафима и тех подвижников благочестия, которые совершили свой подвиг Дивеев, преподобных Марфы и Елены, блаженных старец Христа ради юродивых Пелагии, Пороскевы и Малеи, исповедницы Матроны, священномучеников Иакова и Михаила, а также молитвами самих Дивеевских сестер и многочисленных паломников, чей неоскудевающий поток, как и предрекала Божия Матерь, печет великой святынь, которая называется Четвертый Удел Богородицы. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ